Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на дискуссию на моем канале. Да, времена, когда можно было наслаждаться спокойствием и умиротворением в период зимних праздников, по-видимому, закончились. Войны на Ближнем Востоке и на Украине не дают покоя людям. Одни требуют поставок тяжелых вооружений, другие выступают за переговоры. И о текущей геополитической ситуации я бы хотел поговорить с двумя высокими гостями, которые пришли к нам сегодня и которых я буду очень рад вам представить. Итак, слева от меня заслуженный профессор современной и новейшей истории, а также старший сын бывшего канцлера Вилли Бранта, который, как и отец, состоит в СДПГ, доктор Питер Брант. Здравствуйте, Гер Брант. Приветствую вас. Да, а справа от меня бывший генеральный инспектор Бундесвера и бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Кует. Здравствуйте, Гер Кует. Здравствуйте, приветствую. Да, я рад, что мы собрались здесь сегодня. Господин Кует, мы говорили по телефону в конце лета, когда вы вместе с господином Брантом и двумя другими коллегами опубликовали ваш призыв к миру. У нас тогда появилась идея провести интервью. Потребовалось некоторое время, чтобы организовать это, но я рад, что мы встретились сегодня здесь, в Нойрупине, примерно в часе езды к северу от Берлина. Хотел бы задать вопрос вам, Гер Брант. Как думаете, согласится ли Россия вести переговоры сейчас, когда на горизонте виднеется военное поражение Украины? Как вы считаете? Что ж, я бы не стал заходить так далеко, говоря, что поражение Украины на горизонте становится очевидным или уже стало, что своих целей она не достигнет. Но я не буду из-за этого уходить от сути вопроса. Возможность проведения переговоров появляется только тогда, когда для этого есть серьезные попытки начать разговор. Иногда приходится заранее договариваться, чтобы вообще дойти до переговоров. Такой конфликт — это не тот случай, когда стороны с самого начала раскрывают все свои карты и говорят «Вот чего мы хотим достичь в сложившихся условиях, иначе ничего не выйдет». Дискуссия в США с самого начала была более открытой, чем в Германии. И кстати, в ряде других стран НАТО она была более критическая. В некоторых странах НАТО велось более открытое обсуждение, чем у нас. И я рекомендую ознакомиться с тем, какие там ведутся дебаты. Есть один момент, который мы еще не упомянули. А именно, если говорить упрощенно, у Украины были и до сих пор официально остаются две цели. Одна — это восстановление территории в границах 1991 года. А вторая цель — вступление всей Украины в НАТО. Это даже прописано в Конституции. И в ходе нашей дискуссии у меня сложилось впечатление, что важность проблемы членства в НАТО заведомо преуменьшается, в том числе в аспекте значимости для России. И так каждый раз сначала расширение, а потом у них нет причин опасаться НАТО. Это просто абсурдно. В таких вопросах речь идет о потенциале и речь о намерениях. Намерения не всегда ясны, но ясен потенциал и то, что вступление всей Украины в НАТО стало бы проблемой для любого гипотетического российского правительства. Это то, чего не хотят признавать. И дело тут совсем не в том, что у господина Путина не очень приятный характер. Это настоящая проблема. И есть, возможно, и был бы способ получить Украину в НАТО через раздел. Так что, если в конце концов останется своего рода корейское решение, тогда можно представить, что при разделе страны одна часть будет интегрирована в НАТО. Я не хочу слишком спекулировать, просто скажу, что это, конечно, стало бы не самым приятным итогом ни для Украины, ни для северного полушария или мировой стабильности. И поэтому я выступаю за то, чтобы решить эту проблему, которая, кстати, рассматривалась на переговорах в марте 2022-го, где уже была достигнута договоренность по этому вопросу. Конечно, соглашение было достигнуто под давлением, но соглашение было. А именно Украина должна иметь внеблоковый статус, быть вне военных блоков. Это снова надо поставить в центр дискуссии. Господин Коэт, вы были самым высокопоставленным военным не только здесь, в Германии, будучи генеральным инспектором Бундесвера. Вы также были самым высокопоставленным офицером НАТО, когда были председателем военного комитета Альянса. Только что Гербранд объяснил, что на самом деле война разразилась из-за последовательных попыток втянуть Украину в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и по сей день заявляет, что в долгосрочной перспективе Украина должна стать членом НАТО. Как вы, бывший председатель военного комитета НАТО, можете объяснить такую риторику генерального секретаря? Можно ли воспринимать это просто как провокацию или же действительно обдумывается решение о принятии Украины в НАТО? Это обсуждение вопроса о членстве в НАТО до нападения России, с моей точки зрения, в значительной степени способствовало тому, что не было предпринято никаких полноценных попыток предотвратить это нападение. Потому что русские, я бы сейчас мог назвать имена, но было много политиков, которые говорили, что Украина должна быть членом и что она им станет. Могу сказать, я был и не хотел бы тут лишний раз превозносить свою роль, но я также был председателем комиссии НАТО Украины, начальником штабов при НАТО и Совета начальников штабов НАТО России. Я хорошо знаю обе стороны. Мне довелось 2002-го очень активно работать над интеграцией украинских вооруженных сил в, так сказать, демократию. И я лично вел переговоры с тремя кандидатами на членство, а именно с Венгрией, с Чехией и с Польшей. И после этих переговоров я пришел к выводу, что Россия не против расширения НАТО из принципа, как это всегда преподносит. Это мое личное восприятие. Может, все не так, но я пришел к этому. Дело в том, что Россия оценивает это со стратегической точки зрения. А именно, какая страна в силу своих размеров, геостратегического положения и военного потенциала изменила бы баланс сил между Россией и НАТО в ущерб России? И здесь, конечно же, Украина занимает самую первую строчку. Из-за размера, из-за геостратегического положения. Из-за потенциала, который принесет с собой эта страна. И это необходимо понимать. Есть также второй момент. Когда господин Столтенберг говорит, что Украина станет членом НАТО, он ссылается на протокол Бухарестского саммита, где президент Буш пытался надавить на глав государства. В 2008-м, да. С большим усердием добивался приглашения Грузии и Украины, в чем не преуспел. И затем, как это обычно бывает в таких случаях, в коммунике для сохранения лица включили отрывок, на который теперь в своих заявлениях опирается господин Столтенберг. Я рекомендую господину Столтенбергу взглянуть на договор НАТО, в частности, на статью 10. И тогда он обнаружит, что Украина вообще стать членом НАТО не может. Во всяком случае, не в обозримом будущем. Не знаю, что будет через 50 или 100 лет, но в обозримом будущем не сможет. Что говорится в этой статье? Да, я дойду до этого, но сначала кратко. Во-первых, Украина не может сказать, что они могли бы, как мы это давно слышим от нашего министра иностранных дел, получить членство в Альянсе, имея на то полное право. Хотя это в основе так, по международному праву, для НАТО желания недостаточно. Потому что НАТО должно приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех государств-участников. До сих пор этого не было. Это могло произойти на последнем саммите, и Украина настаивала на этом, но этого не произошло. И этого не произойдет, потому что есть страны, которые понимают эту стратегическую взаимосвязь иначе, чем наше правительство, и говорят, мы не можем этого сделать. Во-вторых, Украина должна, возвращаясь опять же к статье 10, соответствовать определенным требованиям, и она им не соответствует. Возможно, через 10 или 20 лет она выполнит эти требования, но, во всяком случае, сейчас эти требования не соблюдены. И в обозримом будущем этого также ждать не стоит. Еще в 2002-м, когда я был на Украине, меня спросили, когда мы наконец станем членами НАТО. Наша армия ведь делает все, что вы говорите. Я сказал, вы не соответствуете требованиям. Вы должны понимать, что не ваша армия становится членом НАТО, а вы, как государство, как Украина, становитесь членом НАТО, и вы не соответствуете требованиям. Какими были эти требования? Было бы слишком долго все их... Может, вкратце обрисуете ключевые... Все, что относится к демократической конституции. Право на утверждение бюджета парламентом, отсутствие коррупции в этой стране, правовое государство, право, такова буквенная формулировка. Всего этого нет на Украине. Да. И затем, конечно, нужно... Я возвращаюсь к первому пункту. Всегда, как союзнику коллективной обороны государств-членов, нам всегда нужно учитывать, какие стратегические последствия ты имела бы. Представьте, Украина становится членом НАТО. И затем вновь обостряется напряженность между Украиной и Россией. Тогда, поскольку Украина уже член Альянса, весь блок НАТО оказывается в состоянии войны с Россией, если дойдет до войны. Статья опять. Это нужно понимать. Каждое государство должно подумать об этом. И Германия тоже. Что бы это означало для Германии? Это... Кстати, господин Зеленский задолго до переговоров в Стамбуле публично заявил. Мы готовы принять нейтральный статус. Мы также отказываемся от членства в НАТО. И это также было в переговорах с Украиной в плане из десяти пунктов, которые Украина представила на переговорах. Он был сформулирован Украиной. Потому что итоговый документ по сути отражает и позиции Украины. Об этом приходится напоминать. Всегда говорят, мол, были только переговоры, но нет никакого результата. Нет, был парафирован договор. Обеими сторонами переговоров был парафирован проект. Договор, в котором, хотя он и не был подписан, это было обязательным условием. Была даже запланирована встреча Зеленского и Путина. На этой встрече должно было состояться подписание договора. Но, как вы верно отметили, из-за вмешательства Запада этого не произошло. И еще один момент. Переговоры состоялись только потому, что ситуация была для обеих сторон настолько неясной, что они не хотели идти на какой-либо серьезный риск. Украина, а вместе с ней Запад, серьезно переоценили Россию, а также значительно переоценили российские амбиции. Одна из точек зрения, что планировалось захватить всю Украину. Об этом и речи идти не могло при таком количестве солдат. И против сильной численностью 400 тысяч украинской армии, так что целью была... Которая к тому моменту уже прошла модернизация. Да, была хорошо экипирована и обучена. Нет, целью было просто пройти маршем в Киев, свергнуть украинское правительство, заменить его на дружественная Россия. И на этом бы война и закончилась. Украина... Ситуацию как слишком опасную. Русские недооценили риск и увидели, что несут значительные потери, особенно в первые 14 дней. И это привело к такой ситуации, в которой обе стороны были готовы пойти на уступки. И они пошли на них. Такой ситуации больше не повторится. М-м-м. Если наступление провалится, следует ожидать, что Украина потребует, чтобы западные солдаты последовали за западным оружием. Вы действительно верите, Гер Брандт, что НАТО или Запад зайдут так далеко и отправят на эту войну своих военных? Я так не считаю, но подозреваю, что найдутся отдельные политики, которые будут выступать в таком духе. Особенно, если США частично... частично откажутся от участия в делах Украины. И что вполне очевидно, если отправляешь солдат, становишься участником войны. То есть это стало бы войной между НАТО и Украиной с одной стороны и Россией с другой. Независимо от того, насколько активно будут вовлечены США. Это именно то, чего хотелось бы избежать, признав наличие проблемы. Так что я не могу представить, что это осталось бы без последствий. Но я все же думаю, что дойдет и до обсуждения такой возможности. А также будет активизация дискуссии о поставках вооружений и нового качества. Например, ракета «Таурус». Это то, на что уже звучат намеки в обсуждениях этой темы. А именно, что крупное наступление украинцев не увенчалось успехом из-за того, что не было вовремя поставлено достаточное количество вооружений. Такие дискуссии продолжатся. Я не ожидаю, что такой подход одержит верх, но мне кажется, такие идеи будут высказываться чаще. Давайте также обсудим другую горячую тему, а именно количество погибших и раненых военных. Гер Кует, в упомянутом интервью вы назвали цифру в 460 тысяч. Затем это разбирали на подкасте среднегерманского радио. Приглашенный на эфир генерал сказал, что эти цифры слишком высоки и что ситуация с потерями скорее обратная. Теперь задам вам вопрос. Вы действительно считаете, что есть реальные основания утверждать, что в этой войне почти 500 тысяч украинских военных погибли и получили ранения? Это первое. И также задам вам такой вопрос. Поскольку вы являетесь инсайдером НАТО, считаете ли вы, что если бы поражение было неизбежным, НАТО или западные государства пошли бы на такой шаг, как отправка своих военных? Ведь это стало бы... Мы слышим слова о том, что Украина должна победить, ей нельзя проиграть, иначе это станет поражением не только Украины, но и всего коллективного Запада. Считаете ли вы, что Запад зайдет так далеко и направит туда свои войска? Отвечая на первые вопросы, с числами вот в чем дело. Ни Украина, ни Россия, ни одна из сторон не раскрывает числа своих потерь. Как вы пришли к таким цифрам? Что ж, если мы говорим об этих цифрах, надо дать четкое определение. Я говорил о потерях. Сюда входят убитые и раненые, которые больше не способны сражаться. Если еще раз посмотрите интервью с Залужным, то увидите, что он также говорит о значительных потерях. И теперь все чаще, наконец, в западных СМИ стали говорить о больших потерях Украины. И необходимо понимать, что Россия, российские военные и украинские военные проводят операции двух разных типов. Перед украинскими вооруженными силами стоит задача вернуть утраченную территорию, отвоевывая квадратный метр за квадратным метром. И это буквально так, сказал Залужный, дается им ценой очень большой крови. Да. Русские перешли к стратегической обороне, расширили сеть оборонительных сооружений и преследуют цель уничтожения украинских вооруженных сил. Это, по сути, принцип Карла Фона Клаузевица. «Сделай противника беззащитным, все остальное приложится». Это именно то, чего хотят русские. И сейчас мы видим, что украинские вооруженные силы, даже не называя конкретных цифр, настолько ослаблены, что уже не способны к сосредоточенному наступлению. К тому же, например, в Бахмуте или теперь в Авдеевке, на Западе создается впечатление, что русские несут там огромные потери. Это естественная информация Украины, это понятно, но, по сути, все наоборот. Украинские вооруженные силы по-прежнему продолжают попытки небольшими соединениями атаковать эти линии обороны небольшими группами, теперь уже со значительно меньшей численностью, поэтому где-то 3-4 недели у них существенно меньше потери. Но в период, когда они атаковали двумя-тремя бригадами за раз, потери были значительными. Итак, вот сложившаяся ситуация. И если кто-то говорит, что эти цифры неправильны, то он должен сказать, какие цифры верны. Сложно даже приблизительно сказать. Приблизительно, да, в Америке. Поскольку официальных источников нет. Но позвольте мне еще раз спросить, как вы пришли к цифре в 460 тысяч? Да. На какие источники вы опираетесь? Я не ссылаюсь ни на какие источники, потому что я не могу их называть. Так что... Но они у него есть. Ваши слова напоминают о Сеймуре Херше. Он тоже говорит, что знает, кто взорвал Северный поток, но не хочет подвергать опасности источник. Я могу, если я сейчас назову вам имя, то в какие неприятности я втяну этого человека. Но любой, у кого есть хоть какие-то связи в Америке, например, у кого там много друзей, это естественно дает возможность получения информации. Это вполне очевидно. И в этом весь фокус. Ну вот, увидите, наступит день, когда уже здесь, в немецких СМИ, вчера я читал об этом в газете Меркур, начнут говорить о трудностях украинских вооруженных сил. И если бы это было не так, если бы потери были не такими большими, конечно, у русских тоже есть потери. Это вполне очевидно, особенно в первые две-три недели. Эти цифры у вас есть? Огромные потери. Да, тоже есть цифры. И также от американских источников. Но я теперь стал осторожнее называть цифры. Потому что это, в основном, это, конечно, можно сказать, это неправда. Но тогда нужно так же сказать, как все на самом деле. Если я знаю, что это не так, значит, я знаю, как на самом деле. Так ведь? Я так рассуждаю. Так что я могу назвать цифры, которые считаю верными. Их можно обсудить. Что ж, мы живем при демократии, так что можете свободно выражать свое мнение. Так что… Ну, во всяком случае, эти цифры я не выдумывал. Я так не могу. И, как я уже говорил, у меня тоже нет информации. На Украине мне никто не сообщает о числах потерь. Они бы не стали их разглашать. Но тот факт, что на этой неделе президент Украины примет новый закон о мобилизации, показывает, какие огромные трудности существуют на данный момент. И позвольте еще раз четко пояснить. Мы всегда слышим, и сейчас об этом говорят все чаще, что проблема сложной ситуации или даже критического положения украинских вооруженных сил состоит в том, что Запад слишком поздно, слишком мало и слишком не стал поставлять больше вооружений с необходимыми характеристиками. Конечно, вооружение важно. Но надо полагать, что украинские вооруженные силы численностью в 400 тысяч человек к началу войны были уже существенно подготовлены, даже проводили совместные маневры со странами НАТО, а также были оснащены. Так что и это ключевой момент. И так это видит, например, я всегда ссылаюсь на заложенного, потому что для меня это честный человек, которому можно доверять. Это именно кадровая слабость, а не материальная. И поэтому вопрос в том, что для достижения этой цели Украине нельзя проиграть. Да. Как далеко зайдет Запад, вы являетесь инсайдером НАТО, Геркует? Есть даже предположения, теперь даже звучат предположения даже от моих бывших коллег по НАТО, так сказать, чтобы коалиция согласных вошла из-за числа стран НАТО, вошла на Украину. Это, конечно, совершенно неприемлемо, поскольку это откроет ящик Пандоры для большой войны, что совершенно очевидно. Но такие идеи есть, некоторые даже находят отражение в СМИ. Мы сознательно написали, что Украина близится к ситуации, когда она потребует, чтобы западные солдаты последовали за западным оружием. Не писали... Это я вас цитировал. Да, вы все верно процитировали. Мы не писали, что подходим, что на Украине наступит момент, когда будут задействованы западные войска. Так что я вижу это так же, как и Гербранд. Мы должны были бы... Мы... Было бы сумасшествием, если бы мы так поступили. Потому что тогда... Тогда вовлечение НАТО, военное участие НАТО означало бы, что в ту же секунду это война между Россией и НАТО. Вне сомнений... Это не... Я не думаю, что это необходимо пояснять. Это все понимают. Вы только что затронули тему дебатов в мейнстримных СМИ, которые, по вашему мнению, ведутся очень рискованным и односторонним образом. Вы, господин Кует, являетесь или, по крайней мере, в прошлом были популярным востребованным экспертом. Я помню, как вы раньше приходили на эфир к Сандре Майешбергер и Мейбрид Илнер. Теперь вас там не видно. Почему? Из-за чего вас больше не приглашают? Потому что я говорю правду. А те, кто говорят правду немецким СМИ не нужны... Я процитирую Гегеля. Он говорил, «Истинное есть целое. То, что мы слышим в мейнстриме, лишь половина правды. А значит, по Гегелю неправда». Так что я считаю, что мы, хотя мы и правда живем в демократическом, плюралистическом государстве, у нас страшное прошлое. И в прошлом веке наша страна прошла через большую несправедливость. Нам нужно уметь извлекать из этого уроки и иметь целостную картину перед глазами. Что еще происходит, когда лишь половину правды можно увидеть, прочитать и услышать? Это приводит к тому, что те, кому приходится принимать решения, принимают их также на основе этой информации. И это приводит к ошибкам. Я хотел бы привести пример, какое влияние это оказывает на Украину и на ход войны. Наших самопровозглашенных экспертов, то, что они говорят в нашей стране и на Украине, слушают, смотрят и читают. И те люди на Украине, которые ведут эту оборонительную войну, чувствуют воодушевление, когда большие эксперты из Германии говорят, вот что нужно, вам надо дать танки, надо дать ракеты, и тогда все будет хорошо. То есть мы поощряем, по сути, идею, что надо вести эту войну до ее горького конца. Это... об этом тоже стоит думать, так что... До последнего украинца, как об этом с самого начала говорят, да? Да, Минс и Грэм, так сказал. Но есть и другие, кто именно так... И даже некоторые в Германии. Да, и в Германии тоже. Лидер большинства в американском Сенате, Митч МакКоннелл, недавно заявил, ни один американец не погиб в войне на Украине. Но мы ослабляем одного из ключевых противников. Да, я могу прочитать вам это дословно, если хотите. Это действительно... У вас есть текст на руках? Да. Вы отлично подготовились, Геркуэт. Это... это весьма показательная цитата. И, кстати, Митч МакКоннелл давно не давал интервью. Это стало его первым интервью за долгое время. Так он... Хотел помочь Украине получить помощь и поддержать президента Байдена. И вот что он... На очень известной американской передаче «Лицом к нации» он высказался. Если рассматривать помощь Украине, давайте поговорим о том, куда на самом деле идут деньги. Значительная их часть расходуется в Соединенных Штатах, в 38 разных штатах. На замену оружия, поставленного нами на Украину современными образцами. Таким образом мы развиваем нашу промышленную базу. Затем он добавил, опять же дословно, «На Украине не погиб ни один американец. Мы развиваем нашу промышленную базу», повторяет он. «Украинцы уничтожают армию одного из наших главных соперников. Мне трудно найти в этом что-то неправильное. По-моему, прекрасно, что они защищаются». По-моему, не совсем прекрасно, что звучат такие слова. Он уже говорил, кстати, такое пару месяцев назад в своей переписке по электронной почте, нечто подобное. Но теперь, теперь впервые на интервью. Очень прямолинейно сказано. Да, да. Нужно почаще заглядывать в американские СМИ. Я ведь уже говорил, речь о геополитическом соперничестве. Именно это он и говорит. Так? Если позволите вернуться к Гегелю и целому. Да. Можно просто... Можно брать за точку отсчёта 24 февраля 2022-го. Но это не даёт полную картину. Можно начать с аннексии Крыма и предшествовавшего Майдана. Это тоже не вся история. С чего бы вы начали? Я бы начинал с распада Советского Союза и самоопределения Украины, с проблематики построения украинской нации. Это история с корнями глубоко в прошлом. А также говорил о внутриукраинских различиях между западом и центром страны с одной стороны и югом и востоком с другой. Сейчас идёт много процессов, но это просто то, о чём нам нужно думать, нужно анализировать, чтобы понимать всю полноту картины. Потому что есть и внутриукраинская предыстория, и её тоже надо иметь в виду. Да. Геркуэт, позвольте ещё раз обратиться к вам. Вы сказали в своём ставшем очень популярном интервью по поводу политики федерального правительства, это не политика, это фанатизм. Да, когда... И вас за это критиковали. Да. Это как-то повлияло на ваше мнение? Могу сформулировать это иначе, могу сказать так. Да, не хотите ли воспользоваться возможностью и пересмотреть это заявление сейчас, или вы продолжаете его предъявлять? Да, я сформулирую иначе. Давайте. Когда немецкий министр говорит, Украина станет, одержит победу... Должна победить. Нет. Победит, потому что должна победить. Это можете называть как хотите, для меня это заклинание вуду. Это... это ведь похоже, да? Так что надо... В смысле, я понимаю, находясь в Киеве, в такой атмосфере хочется сказать что-то важное. Но это просто невероятно, да? Нам надо... Я бы хотел вернуться к одному моменту. Он немного затерялся. И это вопрос переговоров. Можно ли вообще их вести? Да. Скажем, возьмем Корейскую войну. Переговоры о перемирии велись два года, пока война продолжалась. И в этом как раз вся суть. Что у нас совершенно игнорируется, что война возникает по политическим причинам, из-за политической конъюнктуры и приводит к возникновению новой политической ситуации. И чтобы она сложилась устойчивой, нужны переговоры. Именно об этом говорил фон Клаузевиц, правильно? Цитата звучит так. Политика — это продолжение... 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 Война. А это и есть продолжение политики с примесью других средств. Это ключевой момент. Это всегда понимают так. Ну, война, раз война началась, то политика кончилась. Нет. Политика должна во время войны продолжаться. Это значит, что нужно постоянно работать над разумным окончанием войны. В конечном итоге надо прийти к балансу интересов. Я бы мог также привести слова Августина, поднимая вопрос о справедливой войне. Он сказал, что справедливая война — это когда человек защищает себя, свой народ, свою территорию, при условии, что целью на протяжении всей войны является мирное урегулирование конфликта. И именно этого у нас не происходит. Мы политику приостановили. Наши ведущие политики уделяют внимание системам вооружений, боеприпасам и тому подобному. Но они — никто не задумывается над тем, как положить конец этой войне. И в первую очередь — ради Украины. Страны, где люди погибают сотнями тысяч. Страны, которая будет полностью разрушена. Что же останется от Украины по итогу? Можно ли этим... Можем ли мы гордиться тем, что были причастны к этому? Я думаю, нет. Геркуэт, что бы вы хотели сказать напоследок? Вы родились в далеком 1942 году. Кстати, в том же году, что и нынешний американский президент. Вы потеряли отца во Второй мировой войне. Он был солдатом вермахта. Какими, на ваш взгляд, в 2024 будут самые большие источники конфликтов? Что вас больше всего беспокоит? И как лично вы смотрите на будущее, господин Коэт? Лично я настроен оптимистично. Я верю в разумность людей, в том числе тех, кто явно демонстрирует нежелание думать. Ведь у каждого где-то найдется хоть капля здравомыслия. Я очень на это надеюсь, особенно в отношении правительств стран. Моя проблема, которую я вижу, заключается в том, что в этом зарождающемся новом мировом порядке соперничающих держав, мы видим, что сейчас возникает два блока. Это, с одной стороны, Китай и Россия, со странами БРИКС, то есть Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В августе к ним присоединились еще шесть государств, в частности такой тяжеловес, как Саудовская Аравия. А с другой стороны, мы видим антагонистический блок Соединенных Штатов и попытки вовлечь европейцев в этот блок. И мостом к этому является НАТО. НАТО 29 июня 2022 опубликовало новую стратегическую концепцию и четко обозначило именно этот момент. Это, на мой взгляд, представляет самый большой риск, стоящий перед нами в следующие, в ближайшие годы. И региональные конфликты, все те двухсторонние конфликты, что мы наблюдаем, имеют потенциал к тому, что, поскольку великие державы участвуют в них или поддерживают ту или иную сторону, все они могут привести к дальнейшему обострению этого противостояния между двумя блоками. И здесь, конечно, точкой соприкосновения является Тайвань. Тайваньский вопрос сыграет здесь роль. Учитывая сложившуюся ситуацию, я считаю, что Европа должна попытаться самоутвердиться. Это ключевой момент. Нам нужно в политическом, экономическом, технологическом, а также военном отношении быть способными отстаивать собственные интересы и самоутверждаться в этом мире полным конфликтов. Для меня это самое важное на ближайшие годы. Я полностью согласен. И, пожалуй, если позволите, я бы ваше заключение дополнил бы своим последним словом. И именно тайваньский вопрос здесь особенно интересен. Этот вопрос возник 50 лет назад, когда тогдашний президент США Никсон при посредничестве только что умершего Киссинджера провел в Пекине переговоры с Мао Цзэдуном. И в некотором смысле тайваньский вопрос остается нерешенным с окончания гражданской войны в Китае в 40-х. Вопрос отложили, он так и не был решен, его отложили. Сказав, что ж, юридически, юридически есть только один Китай. И Тайвань — это часть Китая. Но мы не вмешиваемся в фактическое положение дела. И в последние годы с разных сторон оно ставилось под вопрос. И это очень опасно. Особенно теперь, когда НАТО уже и в Китайском море. И как это в Индо-Тихоокеанском регионе расширяет свою сферу ответственности? Хотя Альянс был не для этого задуман. Это невозможно по тексту договора. Формально это невозможно, но это реализуется. Да, мы и я думаю, что нашим общим пожеланием будет независимость Европы и утверждение Европы не просто как фактора силы, но и в качестве цивилизационной модели, где, возможно, мы сможем что-то дать миру. Геркует, Гербрант, на этих сильных словах я выражаю вам огромную благодарность за ваше время. За то, что мы собрались сегодня вместе. По-моему, обсуждение вышло отличным, очень познавательным, прозвучало много интересного. Да, большое спасибо, что нашли возможность прийти. И вам, дорогие друзья, тоже большое спасибо, что были с нами сегодня. Надеюсь, беседа понравилась вам так же, как и мне. Осталось лишь пожелать вам приятного Рождества. Будьте здоровы и помните, мир — это самое главное. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok